Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание третьей главы второго послания апостола Петра. Для нас важно, что в третьей главе находится указание на первое послание апостола Петра. С точки зрения библистики это всегда очень важно, когда те или иные тексты Нового Завета подтверждают друг друга. И мы читаем в начале третьей главы. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием, возбуждая ваш чистый помысел. И когда вы будете читать первое послание апостола Петра, вы знаете, что есть второе послание, в котором он ссылается на свое первое послание. Интересно и то, что в первом послании апостол Петр тему эскатологии, то есть учение о последних временах, о пришествии Антихриста, о конце света, учение о суде и воскресении, апостол Петр касается его, но не очень подробно. Во втором послании он считает необходимым изложить это учение, эскатологическое учение Церкви, обратив внимание на очень важные частные моменты. Для того, чтобы наше восприятие Нового Завета было более панорамным, более объемным, я хочу обратить ваше внимание на следующий пример. Это на первое и второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. В них тоже мысль апостола, она идет по той же самой схеме. В первом послании к фессалоникийцам апостол Павел немного касается темы второго пришествия, а во втором послании, как бы ссылаясь на то, что появились люди, которые неверно учат о втором пришествии, о том, что якобы Христос уже пришел, апостол Павел начинает излагать это учение более подробно. Похожа же картина, она касается и двух посланий апостола Петра. С той лишь разницей, что апостол Петр ссылается на неких лжеучителей, которые поступают по собственным пожеланиям и говорят, где обетование пришествия его. То есть это учение, оно касалось, опять-таки, неправильного понимания эскатологических элементов Евангелия и евангельских пророчеств Христа. Мы видим, как во втором послании апостол Петр просто целенаправленно пытается дать отпор различного рода неправильным направлениям в христианском богословии того времени. Во второй главе речь идет о Николаитах, а в третьей главе о тех, кто неправильно учил о втором пришествии. В чем же суть была этого лжеучения? Где обетование, то есть где исполнение обетования, то есть обещание его пришествия? И вот аргумент. Ведь второе пришествие, обещанное спасителем, никак не произойдет, ибо от начала творения, с тех пор, как стали умирать отцы, все остается точно так же. А что так же? Нет второго пришествия, в мире царствует смерть и грех. И апостол Петр должен дать какой-то ответ на это. Вот что он пишет. «Думающие так», то есть очевидно, люди, разуверившиеся в втором пришествии Христовом, или не понимающего смысл, думающие так, не знают, что вначале, словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же, словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков. Вот первый аргумент апостола Петра. Это аргумент от определенной логики священной истории. Итак, первый мир, как мы читаем в книге Бытия, был сотворен из воды и погиб в воде. Если мы обратимся к книге Бытия, то вспомним, что Господь разделил между водой и водой, вода, которая на Твердю, которая под Твердю. И традиционное христианское православное толкование этого момента, что речь идет о некой протоматерии, о том веществе, из которого был создан весь мир, об особом состоянии материи в стадии ее становления. Но речь, понятно, не идет о воде в нашем понимании этого слова, но в языке пророка Моисея не было другого слова, которое могло бы передать эту мысль. Тем не менее, символизм здесь сохраняется. Составлен первый мир из воды и погиб в воде. Но наш мир, то есть мир после потопа, как говорит апостол Петр, он сберегается огню на день суда. И само собой напрашивается параллелизм, что раз первый мир появился в воде и погиб через воду. А нынешний мир, нынешняя цивилизация погибнет в огне, который преобразит этот мир, то возникает естественный вопрос. Значит, нынешний мир, нынешняя цивилизация, они должны были появиться в огне. И апостол Петр вот это звено, параллелизм он опускает, но, в общем-то, мы понимаем, о чем идет речь, ибо возрождение этого мира произошло через огонь, через огонь сошествия с того духа в день Пятидесятницы. Когда речь идет все-таки о гибели нынешнего мира, мы должны понимать, что под словом гибель понимается, конечно же, его преображение. И речь идет о гибели зла, который есть в мире. И о том, что будет новое небо и новая земля. Поэтому здесь речь не идет об уничтожении Богом своего творения. Это противоречивало каким-то основополагающим позициям христианского богословия и нашего взгляда на отношение между Богом и миром. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день». Вот следующий аргумент апостола Петра. Итак, первый аргумент от некой логики священной истории. Второй аргумент именно такой, что ссылаться на то, что время проходит очень много, а что-то ничего нового не происходит, крайне неразумно. Потому что наши представления о времени не соотносятся с представлениями Бога о времени. И поэтому очень неразумно и глупо в данном случае судить здесь с нашей человеческой колокольни. Не всякого сомнения, апостол Петр, он здесь делает такой парафраз из 89-го псалма, где как раз говорится о том, что у Господа один день, как тысячи лет. Но неверно бы было делать здесь вывод, такой буквальный, что один день нашей земной истории, да, это тысячи лет у Бога. Смысл здесь совсем другой, что как раз Бог существует вне времени и не подвластен законам времени. Поэтому буквальное толкование этого было бы не совсем правильным и верным. И следующий аргумент апостола Петра. Не медлит Господь с исполнением обетования. Какого обетования? О своем втором пришествии. Я позволю себе такую дерзость сказать, что апостолу Петру приходится отчасти пояснять свои прежние слова, отчасти оправдываться, потому что в первом послании апостол Петр сказал, что, впрочем, близок всему конец. И оппоненты Петра могли сказать, но ты же сам написал, что скоро его в пришествии. Мы с вами говорили, что апостол Петр абсолютно прав в плане интуитивном, но, конечно же, не в плане буквально историческом, поскольку не во власти апостола Петра знать время второго пришествия. Так вот, третий аргумент апостола Петра заключается в том, что на самом-то деле это промедление, которое кажется промедлением, имеет определенное основание. Это любовь Божия к человеку. Господь хочет, чтобы, во-первых, как можно большее количество людей получило возможность родиться и через появление на свет потом стать участником вечной жизни, и чтобы как можно большее число людей смогло покаяться. Вот и все. Вот причина Божьего промедления. Дальше. Следующее положение апостола Петра. Придет же день Господень, как тать ночью. То есть он будет внезапным. Именно потому, что все будут думать, что ничего не меняется в этой жизни, все идет, как и прежде. Придет как тать, то есть как вор ночью, которого не ждали. Ну, пусть нас не смущают здесь такие отрицательные образы, примеры. Все это находится в русле такого евангельского приточного языка. Недаром Христос сравнивает Господа, например, с несправедливым судьей, у которого несчастная вдовица просила, просила милости и наконец-то просилась. А праведник, например, сравнивается с хитрым, изворотливым управляющим. Поэтому в притче важен общий смысл и не следует излишне зацикливаться на буквальном ее значении. Поэтому ничего удивительного, что здесь Господь, внезапно являющийся, он сравнивается с вором, ночным которого никто не ждал. И тогда небеса с шумом придут, прекратят свое существование. Стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Я бы не стал здесь останавливаться на частных моментах этих рассуждений, но смысл этих слов апостола Петра, особенно если мы их как бы встроим в общую логику новозаветных рассуждений о последних временах, в том числе, если мы здесь привлечем и откровение сестого Иоанна Богослова, все-таки наша такая богословская позиция, это позиция априори единства священного писания, единства откровения, которое в нем находится, то вывод из этих слов очень простой. Речь идет о каком-то глубоком перерождении нашего мира действием божественного огня. Итак, если все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который, и дальше апостол Петр повторяется, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают. И заметьте, на чем апостол Петр делает акцент, ожидающим и желающим пришествия Божия. К великому сожалению, иногда христиане заблуждаются, неверно относясь к второму пришествию Христову. Когда мы делаем больше акцент на пришествии Антихриста, и неоднократно мне приходилось слышать от некоторых людей, что мы должны каким-то образом отдалить от второго пришествия Христова. И опять-таки, все это аргументировалось тем, что нельзя допустить власти Антихриста. Но это не в нашей власти. Древние христиане не боялись пришествия Антихриста по одной простой причине. Потому что они постоянно испытывали гонение. Так вот, Антихрист для древних христиан это был еще один условно говоря император, гонитель христиан. Поэтому эти слова они не производили на древних христиан такого ужасающего воздействия, как производят на нас, на людей, которые привыкли в общем-то к относительно спокойной в этом отношении жизни. Впрочем, мы по обетованию его и здесь очень важно апостол Петр уравновешивает прежде сказано им, чтобы мы понимали его слова в правильном ключе. Он не говорит о уничтожении Богом своего творения. Впрочем, мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, повторюсь, что это не уничтожение, а преображение этого мира. И дальше с 14 стиха по 18 стих апостол Петр дает как бы такие заключительные наставления христианам. И в этом смысле послание апостола Петра, оно похоже на прочие послания апостолов, и вот всегда есть необходимость поставить какую-то точку в рассуждениях. И очень часто, рассуждая на различные догматические темы, апостолы заканчивают темами нравственными. Но это очень хорошо видно по композиции, например, послания апостола Павла к римлянам, отчасти по композиции первого послания апостола Павла к коринфянам. И нечто подобное мы видим и во втором послании апостола Петра, что, конечно же, указывает нам на определенную апостольскую традицию написания подобного рода произведений и посланий. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, то есть старайтесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. Неоскверненными и непорочными, но где? Тем не менее, пребывая в гуще мирской жизни. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Вот как. Он уже говорил об этом раньше, что причина промедления Господа с его пришествием это его благость. И он вновь повторяет эту мысль. А вот дальше содержится очень интересная перекрестная ссылка на апостола Павла. «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данному премудрости написал вам». Вот это очень интересно, поскольку в каком послании апостол Павел пишет о том, что именно долготерпение Божие причина небыстрого наступления дня его второго пришествия. Ну, так или иначе, это содержится в разных посланиях апостола Павла, но, на мой взгляд, наиболее ярко это выражено в последних главах 9, 10, 11 главах послания к римлянам. Почему для нас важно устанавливать вот эти вот связи между посланиями? Мы мало что знаем допустим о месте, о времени написания, этого послания апостола Петра, но если речь идет о послании апостола Павла к римлянам, которое, скорее всего, было написано во время третьего миссионерского путешествия апостола Павла, соответственно, мы можем говорить о том, что это послание уже было хорошо известно, а значит, апостол Петр писал свое послание, изучив послание апостола Павла, и скорее всего, это была вторая половина первого века, скорее всего, 50-е годы первого столетия. Ну, я специально выражаюсь так достаточно аккуратно, но мы можем, тем не менее, сделать такие выводы. Следующая мысль апостола Петра тоже для нас интересно, как говорит об этом во всех посланиях то есть апостолу Петру и, очевидно, его адресатам известно уже не одно послание апостола Павла, что опять-таки свидетельствует о том, что это послание апостола Петра уже ближе к концу его собственной жизни, то есть это конец 50-х, начало 60-х годов, в которых есть нечто неудобо вразумительное, что невежды неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Ну, здесь есть несколько интересных моментов. Во-первых, апостол Петр ставит послание апостола Павла в один ряд с писаниями, а ведь писаниями называлось священное писание Ветхого Завета, то есть Слово Божие. То есть здесь апостол Петр показывает свое высокое мнение о посланиях апостола Павла. Это во-первых. Во-вторых, апостол Петр говорит, что некоторые люди превратно истолковывают послания апостола Павла. Возможно, поскольку апостол Павел писал о спасении благодатью и о христианской свободе, как раз, может быть, речь и идет о лжеучителях, которым апостол Петр посвятил вторую главу своего второго послания. Ну и еще одна интересная характеристика, что в посланиях Павла, как пишет апостол Петр, есть нечто неудобо вразумительное. Ну, на первый взгляд кажется, что как будто бы апостол Петр дает отрицательную характеристику посланиям апостола Павла. Это не так. В современном словопотреблении неудобо вразумительное говорит о том, что тот, кто пишет неудобо вразумительно или говорит неудобо вразумительно, значит, это он в этом виноват. Виноваты не те, кто читают или слушают, а виноват тот, кто говорит или пишет. Но если мы обратимся к греческому тексту послания апостола Петра, то то слово, которое употребляется, можно перевести как никак неудобо вразумительно, а как трудное для понимания. И вот здесь уже картина меняется. Когда мы говорим, что нечто является трудным для понимания, то виноват не тот, кто это трудное для понимания сказал или написал, а тот, кто не имеет достаточно духовных или интеллектуальных сил это понять. Вот эту мысль и выражает здесь в данном случае апостол Петр. и не надо думать, что эти слова какая-то инвектива едкая вот в адрес другого апостола. Сам текст это не подтверждает. Итак, вы возлюбленные, будучи предварены осем, то есть предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. А в какие заблуждения не должны отпасть? Вот те заблуждения, которые описаны в 2 главе относительно нравственного учения христиан и в 3 главе относительно неправильного учения о 2 пришествии Христа. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И завершается послание с катаколом следующего содержания. Ему, то есть Богу и Христу слава ныне и в день вечный. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok